Что говорить, гонка закончилась! Это была не просто гонка, это был кубок России По-экстремальному Enduro 2019 Одно этап, финал, все Что дальше гоняться? Всем привет, я Малькоп из группировки Harder.ru Добро пожаловать на Нижегородские просторы! Эта гонка почему-то называется Путь Бобра Но это настоящая Hard Enduro Чемпионат Нижегородской области по экстремальному Enduro Здесь собрались топы практически со всей страны Здесь и Давид Леонов, и Данила Черняев Из нашей команды здесь кроме меня еще Дима и Сергей Золотовой Полное собрание сборной Санкт-Петербурга по Enduro В общем, заруба будет очень жесткая Два дня нам обещали полного харда Какой-то безумный стадион, где вот так вот воды в ямах В общем, посмотрим, что это выйдет Погнали! Я, честно говоря, не понимаю, что двигают организаторами Когда они выбирают название из зоопарка Я выписал целый список таких названий Резвая улитка Была гонка такая в Белгороде Шустрая белка Из Карелии Печорский кабан Из-под Пскова Бешеный лис Злая пчела И так далее, и так далее Я приеду домой, что скажу, дорогая Я выиграл резвую улитку Две недели лили дождей Это всегда очень грустно Когда планируется что-то мощное, серьезное А потом вмешивается погода И всегда должен быть план Б У вас есть трек размеченный У вас есть понимание, куда идет хард Куда идет лайт Куда идет хобби И потом все надо менять Когда мы приехали на старт Мне предложили затестить подъем финишный И я сказал, вот, отлично Я видел его, как вы заезжаете Я с удовольствием затещу Я спустился туда И понял, что я могу заехать Только 50-60% подъема И все И колесо мое стало тяжелее раза в 4 И превратилось просто в такой слик Из грязи, глины и всего остального Но организаторы сказали Нет, Илья, наверное, все-таки ты не очень хорошо ездишь И отправили ко мне вниз Давида Леонова Давид Леонов Редбульный гонщик Чемпион России по экстремальным эндуро 2019-2018 года В общем, то есть и не он Он спустился туда вниз И там же внизу вместе со мной и остался То есть подъем был в эту погоду незаезжабельным Не было возможности разогнаться Не было зацепа на подъеме и так далее Меня вытаскивали Сначала меня, а потом его вытаскивали квадриком То есть скинули веревку Метров, наверное, 20 Привязали И было настолько сложно вытянуть Что руками не получалось И квадриком вытаскивали наверх Я пожалел, что поехал тест-пилотом Потому что у меня мотоцикл был уже полностью весь в грязи Я уже прилично устал Пытаясь там 5-6-7 раз заехать в эту горку Пытался палочками, веточками очистить Но уже приближался время к старту И понял, что еду как еду Мы построим достаточно большой стадион Но из него было задействовано процентов 5 Там 2 или 3 препятствия Потому что все остальные уже просто утонули Чем больше разделение классов Тем сложнее сделать грамотную разметку Чтобы не заблудиться Я, естественно, немножко подзаблудился в самом начале Но когда выехал на свою траекторию Спустился в первый спуск И в этом же овраге я увидел практически всех Все были там Все были в этом овраге И, в общем, карабкались так Мне удалось там человек 15 или 20 Объехать только в этом овраге И дальше началась такая борьба Потому что вроде хочется разогнаться Чтобы быстрее приехать к финишу Но при этом ты уедешь вот так вот В принципе, все уже запутались Кто-то впереди, кто-то позади Кто-то спит, кто-то воду ищет Кто-то едет, кто-то толкает Кто-то ремонтирует Может, это и есть карцентура? Какой-то момент я обнаружил, что я обгоняю гонщиков Мы едем И раз, и они снова рядом Или даже впереди Отлично Он заедет сейчас вон там вот В объезд А я вот здесь вот буду ковыряться Вокруг этой березы То, что мне очень не нравится Когда есть возможность безнаказанно объезжать маршрут У нас есть коридор, в который мы должны ехать У нас есть леночки, в который мы должны соответствовать Флагмашлов нету GPS не пишется И получается, что здесь только чисто на взаимном доверии Гонщик друг с другом Но когда ты едешь, едешь в этот подъем там два-три раза А потом тебя обгоняет кто-то по хребту И тут такой понимаешь Ну окей, как я потом буду доказывать Что этот человек объехал или не объехал И здесь ты стоишь перед вариантом Поехать тебе так же по этому хребту Или все-таки долбиться по подъему В общем, сложное психологическое решение Боролся я, боролся И в целом понимал, что я где-то еду очень прилично В какой-то момент я выезжал с подъема У меня мотоцикл уже просто полностью был как кусок грязи И он, как сказать, выскочил в свечку Он настолько глубоко вошел хвостом в грязь, настолько плотно Что у меня оторвало всю заднюю часть мотоцикла Вместе с сидением Она осталась в этой грязи Мотоцикл упал дальше, покатился И у меня первое впечатление, что мотоцикл просто на две части разорвало Думаю, все, на этом гонка закончена Потом подхожу, понимаю, что просто оторвало все дух Оторвало все крепления пластика А в целом можно положиться сверху и поехать Еду, еду, еду И понимаю, что я догнал двух человек Которые были передо мной И, видимо, я еду третьим Это был Данил Черняев, как всегда И неожиданно для меня Владимир Камушкин И они друг друга тащили И тут я понимаю, что из этого места я сам не выйду А они друг друга вытащили и уедут И мне придется ждать четвертого человека Который еще не пойми, когда подъедет И в этот момент я делаю такой ход конем Я разгоняюсь и заезжаю мотоцикл Перед мотоциклом Владимира Камушкина И как бы они не хотели вытащить мотоцикл вдвоем Володин Пока они не вытащат мой, они никуда не сдвинутся Вытащили уже троем три мотоцикла То я понимаю, что все, я в тройке еду Приближаемся уже к финишу Потому что мы соединились с классом хобби И у них вообще глаза уже такие огроменные Данил говорит, у меня кончается бензин А для меня бензин Я говорю, без проблем Только у меня-то инжектор А тебе нужна смесь проблемы И буквально где-то за километр до финиша У него кончается бензин И это, конечно, всегда очень неприятно Когда на гонке происходит исход Или там проблемы по времени Из-за технической части Должно было быть три или четыре круга И после первого круга мне дают финиш Потому что я ехал его там три с половиной часа Я приехал первым За три с половиной часа один круг После меня финиширует Володя И после этого финиширует Черняев По итогам первого дня Огромное количество людей Которые гонки должны были проехать лучше Тот же самый Давид Леонов Та же самая сборная Питера В виде Блюнхена, Яна, Силантьева Владислава Мои сокоманники Золотов, Сергей и Дмитрий В общем, им всем было гораздо тяжелее Они были, но некоторые из них даже не доехали до финиша И сошли на каких-то чекпоинтах В общем, так закончился у нас первый день И мы, честно говоря, были в предвкушении того Что же нас ждет во второй день Второй день организаторы сильно перестраховались Во-первых, уже было по суше И они супер сократили трек И за отведенное время мы проехали 9 или 10 кругов И это, конечно, сильно выматывало, потому что как белка в колесе За что мне нравится эндуро Особенно маршруты, которые протяженные То есть, допустим, в той же самой Румынии Там 100 километров, но ты никогда не повторяешься Ты все время куда-то едешь И у тебя все время какой-то новый рельеф У тебя все время новые препятствия А как ты ешь препятствия 5, 6, 7 или даже 10 раз Это, конечно, сильно выматывает психологически И хочется уже поскорее, чтобы гонка закончилась Для всех неожиданностью было то, что Сергей Золотов приехал первым в тот день Он начал лидировать где-то кругу с четвертого И до последнего сохранял лидерство Человек, который, в общем-то, на моей памяти Никогда не выигрывал эндурные гонки Хотя это там был член нашей команды Все время тренировался с нами, ездил Основные мои соперники были, естественно, Владимир Камушников, который приехал вторым И моя задача была приехать перед ним С этой задачей я справился, причем с запасом А дальше на третьем месте был Черняев Моя задача была приехать так, чтобы между нами Даже если он меня обогнал, а я был уверен, что он меня обгонит Чтобы между нами было не больше двугонщиков Чтобы по очкам я все равно оставался перед ним Второй день мне, честно говоря, можно было расслабиться И ехать в своем нормальном рабочем темпе Что я и сделал Я не помню уже, какой конкретно я приехал В районе пятого места Но этого мне было достаточно, чтобы остаться лидером по итогу двух дней Резюмируя все вышесказанное Путь Бобра при всей нелепости названия соревнований Та гонка, на которую стоит приезжать Первый год она прошла в 2018 году У меня был супер фейл Я ушатал мотоцикл в трубе Но все равно доехал гонку И мне очень понравилось Там как раз приехал в четвертом, потому что восстанавливал мотоцикл Но удалось даже после 30 минут нагнать и приехать в четвертом В 2019 году мне удалось занять первое место Посмотрим, что будет в 2020 году И чем удивят нас организаторы в 2020 году Это наше второе видео из нового формата Когда Fury Project показывает со стороны гонку А я рассказываю изнутри, что чувствуют гонщики Как они это видят и так далее Но я надеюсь, вы обратили внимание на диван, на котором я сижу Это тот диван, который будет участвовать в кастинге эндуро Падаванов в 2020 году Подписывайтесь, ставьте лайк И напишите, пожалуйста, в комментариях, на чем мне нужно сконцентрироваться Рассказывая о следующей гонке А следующее видео будет про официальный чемпионат Республики Беларусь про эндуро Расскажу вам про четыре этапа Я отдельно остановлюсь на третьем и финальном четвертом этапе Было очень интересно Было очень сложно с точки зрения именно хард эндуро Ну, в общем, все сами увидите А если вы хотите, чтобы я затронул какую-то определенную тему Напишите о ней в комментариях Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok